Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии вторника. Еще раз удивляюсь, насколько все-таки быстро течено время. Только мы говорили о торговых событиях понедельника, как, собственно, уже наступил вторник, и мы приспосабливаемся уже к тому, что будет сегодня. По повестке экономического календаря, друзья, на что нужно обратить внимание в рамках текущих торгов. Это отчет по активности в сфере услуга Англии. Важный релиз. Я хотел не обращать на него внимание, но вот после того, как вчера фунт активно отреагировал на активность в строительном секторе, по национальному сектору для национальной экономики, очевидно то, что сейчас участники рынка, когда нет новостей по Brexit, но все равно понимают, что в целом картина остается крайне неопределенной, ищут новые источники для движения и новые драйверы для поведения британца и пока что делают акцент на статистику. Уверен то, что вы знаете, друзья, то, что анализируя состояние британской экономики, мы традиционно рассматриваем активность в производственном секторе, в строительстве и в сфере услуг. Когда выходят все три этих отсчета, мы делаем вывод о том, какими могут быть темпы экономического роста. Так вот, с строительным сектором все не радужно сейчас складывается, ну а другого и быть не могло, учитывая, с какими проблемами сейчас лакнулась британская экономика. Но на строительный сектор приходится, если мне не изменяет память, меньше 10% всего экономического роста. А вот на сектор услуг, который мы ждем сегодня в 12.30, друзья, приходится уже больше 80% вклада в экономическое расширение экономики. Поэтому, если этот релиз разочарует, так же, как и отчет по строительству, фунт окажется под еще большим давлением, и это как раз то, что и нужно нам, медведям. Я уж точно спекулирую британцам через короткие позиции, и вот на протяжении последних многих недель, настоятельно рекомендую вам принимать точно такие же решения. После этого в 18.00 у нас индекс активности ISM в сфере услуг. На прошлой неделе активность ISM в производственном секторе оказала поддержку доллару. Сфера услуг, возможно, еще более крутой показатель для американской экономики. Но логика здесь, в принципе, та же девственность с тем, что я только что рассказал по Англии. То есть на этот сектор экономики мы изначально делаем больше акцент, и сегодня настраиваемся на куда более интересную динамику. На текущий момент американская валюта корректируется. Мы следили за поведением доллара в дуэте доллар-иена. Я говорил о том, что планка 110 является довольно мощной. Это фактически, на мой взгляд, с учетом того фона, который сложился, неприступный барьер. И если курс доллара и иены подбирается к этому рубежу, это фактически подарок для спекулянтов, чтобы занимать все короткие позиции. Надеюсь, вы воспользовались этой рекомендацией и сейчас уже в коротких позициях. Ждем мы доллар-иена гораздо ниже, даже уровня 107. Но, друзья, я думаю, что эта идея плавно перерастет в долгосрочную. Нам придется, собственно, подождать, когда на рынке так фишки лягут, что ли, и сложится на фундамент, чтобы мы смогли насладиться слабостью доллара. Напоминаю, что причин для снижения курса американского доллара достаточно. Самое главное из них это то, что творится на американском рынке казначейских облигаций. Все это упирается еще в риски рецессии. Ну и, конечно же, мы говорим о глобальных рисках, которые уже повлияли на риторику Федрезерва, отказавшегося от агрессивных темпов повышения ставки. Это фактически КС для дальнейшего ралли американского доллара. Теперь давайте чуть подробнее. Нефтьянка радует сейчас трейдеров волатильностью и сегодня на азиатской сессии, можно даже сказать, закрытие вчерашних торгов радует покупателей. Потому что возник момент такой щеготливой ситуации, когда нефть активно теряла и фактически компенсировала рост последних торговых сессий. Но хорошо, что все-таки выбились мы снова выше 62,5 доллара за баррель по бренду. 62,72 это закрытие дня. ЛО, кстати, был зафиксирован на отметке 61,27. Сейчас мы снова выше 62,5. 62,66, друзья. Актуальные котировки, ну плюс-минус. Мы настраиваемся на то, что нефть продолжит дальше расти, отрабатывая нашу каткосочную идею как минимум неизбежного теста сопротивления 65 долларов за баррель. Хотя сразу хочу сделать небольшую ремарку, закинуть удочку, скажем так, друзья. Вам, может быть, даже будет целесообразно поддержать бренд не только до 65, а в расчете даже на его еще большее восстановление. Но я делаю эти выводы с учетом того, что локальный фон, который сейчас есть на рынке, он больше поддерживающий для котировок нефти. Ну, на вопрос о том, почему же все-таки нефть вчера активно снижалась, я могу связать это все-таки с реакцией трейдеров на выход слабых данных по китайскому сектору услуг. Это еще один слабый отчет, который влияет, конечно же, на экономический рост, с которым мы уже поработали две недели назад. Вы помните, страшные для Китая цифры, это минимальные показатели роста за последние 30 лет. Сейчас мы говорим уже о том, что фундамент новый, обновленный, он продолжает ухудшаться, соответственно, создается база для еще большего падения китайской экономики. И слабые цифры по Китаю, с учетом того, что мы получили по активности в сфере услуг, с учетом того, что мы получили ранее, заставляют трейдеров дисконтировать, скажем, в котировке нефти премию за риск из-за потенциала еще большего замедления китайской экономики и негативного влияния на общую мировую экономику. Ну, здесь вот такие причинно-следственные связи очевидны. Это долгосрочный фактор влияя, друзья, на то, что будет твориться на рынке нефти. Долгосрочный, он подразумевает ожидания больше, чем на полгода. Я уверяю вас, мы еще вернемся к продажам нефтянки и сможем на этом заработать. Но пока что давайте все-таки поработаем с санкциями против Венесуэлы. Не стоит недооценивать, собственно, Венесуэлу как регион, который может создать определенную проблему снижения предложения на глобальном рынке. Ведь все-таки Венесуэл экспортирует больше 1 миллиона баррелей в сутки. Ну, да, большая часть этого экспорта приходится на Штаты. Но все-таки повторяю, что не нужно здесь копать очень глубоко. Просто лучше воспользоваться такой простой логикой, поддерживающей спекулятивный интерес к нефти. То, что раз на рынке углеводородов есть регион, который раньше играл очень большую, скажем, функцию, ну, конечно же, не сопоставимую со странами ОПЕК, но все-таки большую роль в общем состоянии рынка. И если возникают вопросы, которые, точнее, происходят события, которые мы помним, случились с Ираном в плане санкций, это, конечно же, оказывает определенное влияние на то, что на рынке происходит. Помимо Венесуэлы, у нас еще статистика от ОПЕК. Ближневосточный картель сочетался от снижения в прошлом месяце добычи нефти на 890 тысяч, рекордное снижение, если говоря, 2016 года. Львину часть 40% всего этого снижения взяла на себя Саудовская Аравия, сокращение на 350 тысяч. Страны ОПЕК-плюс выполняют обязательства, может быть, условия исполняются, точнее, вот эти договоренности не на 100%, ну, точнее, не может быть, они точно на 100% не исполняются, но все-таки времени еще очень мало прошло. У них есть полгода, чтобы снизить добычу на 1,2 миллиона, хотя с учетом текущих цифр мы видим, что 1 января было достаточно, чтобы сократить добычу почти на 1 миллион. Ну и, конечно же, третий фактор локальной поддержки – это данные от Бейкер-Хьюзса. Мы о ней вчера говорили о снижении количества нефтяных терминалов. Хотя, друзья, можно выделить еще один фактор спроса на нефть. Это все-таки конструктивные переговоры, без подробностей, правда, но достаточно лишь сообщений о том, что переговоры прошли позитивно между Китаем и США. Соответственно, этого фундамента достаточно, чтобы пока что ставить на рост 65 – это цель, которая будет сделана. Если вы все-таки привыкли снимать и сливки, то, может быть, даже целесообразно не оставить профитные ориентиры сразу на этой планке. Стоит даже замахнуться и повыше. Рубль 65-58. В целом, консолидация, проторговка продолжается в узком диапазоне. Рынок в целом безидейный, потому что неясно, что долгосрочно дальше случится с нефтянкой. Неясны перспективы новых санкций против российской экономики. Да и доллар как-то тоже, я бы не сказал, что совсем точно определился с дальнейшим направлением движения. Вроде бы как и все создано для того, чтобы он снижался. Но, с другой стороны, мы сейчас снова говорим о котировках по паре доллар-иена 110. Поэтому и у рубля сейчас нет возможности определиться с дальнейшим направлением. А точнее, друзья, нет возможности дать заработать тем трейдерам, которые ставили на ее девальвацию. Поэтому девальвация этого инструмента, это неизбежно. Во всяком случае, ждем рубль выше 67-68. Я думаю, что этот сценарий отработается довольно скоро. Евро против доллара 1.1433. Друзья, я уже много раз делал акцент на ряд причин, почему евро перекуплен. Главный фактор – это общее состояние экономической конъюнктуры, которое только лишь удручающе можно охарактеризовать. Вчерашний блок статистики индекса уверенности инвесторов с Энтиксом минус 3,7. С прошлого спада минус полтора. Индекс сэнпроизводителей. При люди, скажем так, перед инфляцией, важный индикатор для Европейского центрального банка в принятии решения в процентных ставках снижения по сравнению с прошлыми значениями, 3% сейчас в годовой оценке с 4, в месячном спад на отрицательную территорию минус 0,8%. Это, друзья, задел того, что общий показатель инфляции будет под давлением. Я думаю, что и базовая инфляция будет снижаться. И такая статистика продолжит мотивировать, стимулировать Европейский центральный банк на сохранение мягкой экономической политики. Я уверен, что вряд ли ситуация изменится в ближайшее время, особенно с учетом последних агрессивных, на мой взгляд, и крайне недальновидных решений Европейского союза начать отвечать на действия США по установлению взаимных барьеров торговых ограничительных мер на, собственно, импорт металлов. Это неправильно, но это только мое субъективное мнение. Возможно, все-таки европейским законодателям и чиновникам виднее. Но у нас очевидный пример того, к чему приводят все-таки вот эти бодания с США. Например, я имею в виду отношения США и Китая. И в конце концов, я уверен, что в проигравших, очевидно, сейчас больше как раз китайская экономика. С еврозоной будет то же самое. Я вижу очень много рисков, друзья, для евро. Я вижу эти риски, исходя из статистики, ну и также еще и исходя из общего состояния экономики, поджимающего брызета, такого же негативного для евро, как и для британской валюты. Поэтому евро уровень я давал. Ждем, собственно, этот инструмент ниже отметки 1,12. Доллар иена. Хай вчерашнего дня 110,15. Не удержались, корректировались. Сейчас 109,85. В целом, друзья, по доллару сохраняем короткие позиции. Доллару сейчас очень трудно опираться на доходности облигаций, потому что не так уж и активно они растут. Это реакция на данные тоже, я бы сказал, неоднозначная. Ну, наверное, потому что и сами данные были не такими уж и определенными для того, чтобы можно было сделать какие-то выводы о состоянии, собственно, американской экономики. Я даже предлагаю по доллару несколько абстрагироваться от того, что происходит сейчас непосредственно внутри страны и сделать акцент на те риски, которые были обозначены Федрезервом. Это на глобальные риски, друзья, из-за которых ФРС и приняло решение пока что все-таки повременить с высокими темпами роста процентных ставок и проявить на текущем этапе более гибкую, более адаптивную и сдержанную политику ужесточения, собственно, монетарного режима. Вот эти формулировки, это решение ФРС, на мой взгляд, и есть задел для того, чтобы доллар можно было расценивать только с точки зрения его слабости. Фунт против американца 1.3039, как я уже отметил в начале брифинга. Причина распродаж британца – это активность в строительном секторе, слабые значения 50.6, 52.8. Сегодня мы, в принципе, в 12.30 рискуем увидеть еще более худшие цифры уже по активности в сфере услуг и потенциально это то, что может отправить пару фунт-доллар ниже отметки 1.30. И основной негатив связан с неопределенностью по Брекзиту. Последние новости указывают на то, что, скорее всего, жесткого сценария выхода Англии из состава Европейского Союза не именовать, потому что Тереза Мэй не смогла убедить Палату общин проголосовать для согласованной ей ранее документ с Европейским Союзом, так называемый план выхода Англии, Великобритании из состава Европейского Союза. Терезе Мэй дали понять, что ей необходимо, ну прям, кровь из носа внести определенные правки в текущее соглашение, но она может быть и рада в это сделать, но Европейский Союз ни в коем случае не хочет пересматривать этот документ. Вот такая вот замкнутая ситуация, которая в целом готовит нас к тому, что Англия утратит доступ к таможенному союзу и единому европейскому рынку. Англия окажется в состоянии полномасштабного экономического хауза, кризиса, который меньше чем через год приведет темп экономического роста на отрицательные значения. Готовимся к этому, друзья, заранее, поэтому и ожидания по фунту гораздо ниже отметки 1.30. Австралийцы против доллара, даже несмотря на тот рост, который идет сейчас, я по-прежнему настоятельно рекомендую держать короткие позиции, потому что динамика австралийца меня сейчас просто поражает. У нас столько было причин продать австралийца и увидеть его слабым. От китайской статистики до риторики Резервного банка Австралии, который буквально несколько часов заседаний прошло в 6.30 по московскому времени, ставку оставили на прежнем уровне, и Резервный банк Австралии признал, что ставки должны оставаться низкими, глобальные риски возросли, и самая серьезная неопределенность упирается, опять же, в долги домохозяйства, закредованность и ситуацию вокруг Китая с его спадом. И австралиец на этом фоне воспрял духом. Только на чем непонятно, друзья, я думаю, что это большая ошибка. Куда-то австралиец тащит, но, видимо, этот уровень уже совсем скоро будет достигнут. Не нужно вертеться, нужно определиться с направлением у австралийца, с учетом того, что я перечислил только одна дорога вниз, это книжение как минимум к уровню 0.70. И доллар канадец, 1.31 сейчас котировки. Друзья, я еще раз повторяю, может быть, и хочется, конечно же, снова поспекулировать канадцам, хочется снова поставить на снижение пары доллар канадец, учитывая, как активно оно сейчас идет. Но, честно, побаиваюсь, потому что столько раз был уверен, что канадец должен повести себя так или иначе. Канадец все равно оказывался мудрее в данном плане и не показывал той реакции, на которую я настраивался. Не хочу больше обжигаться на нем. Если вы, друзья, торгуете, удачи вам. Надеюсь, что вы снова ставите на то, что канадский доллар будет укрепляться, а американский доллар снижаться. То есть на снижение пары доллар канадец, хотя бы исходя из-за того роста нефти, который мы наблюдаем сейчас. Друзья, на этом, собственно, все. Большое всем спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok